Благотворительность очень важный момент. В Европе в каждой семье все практически участвуют в какой-то благотворительном деле. Ребенок помогает медвежатам, отдавая свою одну маленькую копеечку в год. Бабушка помогает престарелым, папа участвует еще в каком-то благотворительном ивенте. То есть это поставлено на широкую ногу. Благотворительные фонды, центры, они везде, они пиарятся, они как бы людям интересны, приятны. Люди гордятся тем, что они участвуют в благотворительных мероприятиях. Ребенок с удовольствием говорит, что каждый год он помогает пандам. У нас, например, благотворительность, благотворительность такой двоякий интерес. С одной стороны, почему-то считается, что благотворительность, об этом не надо говорить, она должна совершаться под покровом ночи, никто не должен знать. Ровно в тот момент, когда ты рассказываешь, что ты кому-то помогаешь, все-таки, ой, ну не надо тут кичиться, не надо тут пиариться за счет этого. Либо действительно благотворительность часто идет на отмывание денег и так далее. Я, например, сама несколько раз присутствовала на таких встречах, когда, например, тебе говорят, ну давайте так, скажем, что часть денег идет в пользу детей, 15%, тогда будет лучше продаваться. Да, такой маркетинговый, так сказать, ход, не побоюсь этого слова. Это все совершенно, конечно, абсурдно и не имеет никакого отношения к благотворительности. Опять-таки, да, для людей, которые живут в обществе, мне кажется, их моральная чистота, их внутреннее благосостояние, что ли, во многом зависит от того, что они понимают, что они, да, тем не менее делают добрые дела. Не у каждого из нас есть возможность перевезти бабушку через дорогу, поехать в детский дом и устроить там карнавал, или вообще усыновить ребенка. Да, это все сложно, гораздо проще делать что-то минимальное, но регулярно. Я думаю, когда у нас появится больше по-настоящему честных, искренних благотворительных фондах, которым можно доверять, тогда опять-таки общество станет добрее.